В общем-то, делайте всё, что захотите, потому что, ну, прочие вещи, туда обо всём этом тоже будьте уверены, напишут, и, в общем-то, туда вот обо всём этом что думать, потому что, ну, вот так вот, если бы я прочитал, если бы я скинул какому-то своему, это по типу, знаете, вот это вот кэширование CDN исправлено, я давно не обновлял, потому что что-то уже давно, знаете ли, не было, и вот, ну, как-то так мы сейчас будем жить, можно даже, наверное, поиграть, хотя я не уверен, но, скорее всего, на всём этом... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP, вся дополнительная информация в описании. Я вот, если честно, даже не знаю, как можно начать данный видеоролик, потому что у меня столько мыслей в голове, столько всего, и вот тема, которую мы сегодня будем обсуждать, она ещё, знаете ли, обширнее, она ещё многограннее, да и вообще, наверное, для начала нужно всем сказать спасибо за то, что на прошлый видеоролик вы поставили дизлайк, эксперимент более чем удался. Сейчас, если вы не понимаете, о чём идёт речь, то посмотрите предыдущий видеоролик, там тоже, как бы, обо всём этом я рассказываю, говорю, мол, вот, поставьте дизлайк, сделайте все прочие вещи, потому что я хочу много чего проверить для того, чтобы, вот, прям, знаете, вот у меня было всё замечательно, круто и вообще хорошо. Поэтому поставьте дизлайк на прошлый видеоролик, если ещё не поставили, поставьте с нескольких аккаунтов, я не знаю, там, подпишитесь, отпишитесь с нескольких аккаунтов, в общем-то, делайте всё, что захотите, потому что, ну, это важно для меня и, наверное, важно для вас. Хотя, не знаю, насколько всё это важно, не важно, абсолютно точно, потому что сегодня у нас такая, знаете, вот, тема, достаточно, ну, вот, которую я уже давно хотел обсудить, которая давно, знаете ли, была на поездке дня. Вот, не так давно в мастерской Arizona Games, это, если вы не поняли, все проекты Arizona, то есть, там, я не знаю, выйдет обновление на жизни в деревне, вот, они туда всё это выпустят, расскажут о том, что, вот, мы обновили жизнь в деревне, там теперь всё круто. Они там купят какой-нибудь новый проект, его там как-то исправят, сделают там какие-то прочие фиксы, багофиксы, все прочие вещи, туда обо всём этом тоже, будьте уверены, напишут, и, в общем-то, туда вот обо всём этом пишут. И не так давно там появился пост о том, мол, то, что доступно новое обновление для того, чтобы обновление вступило в силу, перезапустите лаунчер. Я, разумеется, как нормальный человек подумал, мол, ну, конечно же, это значит, ну, типа, Arizona обычный лаунчер на компьютер, ну, типа, там, всё нормально, всё круто, нужно перезапустить, установить какие-то обновления, всё прочее. Однако, мой самый любимый GTA Sample журнал считает немного по-другому, я, наверное, склонен ему, знаете ли, доверять, потому что он пишет, что это обновление Arizona Mobile. Я не знаю, откуда у него такая информация, возможно, он там, знаете, как-то тесно, так плотно сотрудничает со всеми этими журналами, со всеми этими людьми из всех вот этих вот журналов. И там, в общем-то, у него есть какая-то эксклюзивная информация, хотя, ну, странно, почему Arizona RP сама ей не делится, и почему так вот, знаете, непонятно всё это происходит. То есть, мы-то все обычные люди ждём обновления вот в обычной группе мастерская Arizona Mobile. Мы для этого в неё вступили, мы для этого, там, знаете, включили уведомления, мы для этого там всё это ждём. А тут, то есть, вот этот вот пост, вот эта вот запись выходит в другом абсолютно точно паблике, в группе ВКонтакте, во всех остальных вещах. И вот мы даже не знаем, что думать, потому что, ну, вот так вот, если бы я прочитал, если бы я скинул какому-то своему другу прочитать, он бы, разумеется, подумал, что всё это про Arizona Launcher, вот, который обычный на компьютер. А тут оказывается, что всё это на телефон, но так как я уже, знаете ли, пообещал выпускать такие, знаете, новостные Arizona дайджесты на вот каждую новость, которая там будет связана с Arizona RP, это значит, что вот в данном случае я тоже должен вот всё это обсудить, всё это вообще, ну, знаете, как-то вот вам рассказать, что вообще вот под собой подразумевает весь этот пост, всё это новостное издание, все вот эти прочие вещи. Скорее всего, как я уже понял, прочитав комментарии в LiveSambi, ну, в моём любимом журнале, даже не комментарии, а вот, знаете, подписку вот ко всей этой новости, ко всему этому посту, там, типа, ну, скорее всего, пофиксили какие-то такие, знаете, баги, которые даже, ну, они нуждаются в том, чтобы о них писать. То есть, они есть, но если о них написать, то даже не... Это по-типу, знаете, вот это вот кэширование CDN исправлено, там, я не знаю, ещё какие-то прочие вещи исправлены. И поэтому, наверное, типа, чуваки с Arizona RP, с Arizona Games подумали, типа, а нахуй нам всё это писать, если чуваки и так, знаете ли, не программисты, они и так всё это не знают. Поэтому давайте просто напишем, что мы, типа, всё пофиксили и выпустим. А чуваки такие зайдут, всё это попробуют скачать и такие, типа, о, так оно же реально работает, оно же реально пофикшено. И такие, типа, блин, спасибо, там, знаете, Валик, спасибо, там, Станислав СК Мэйсон, спасибо всем остальным чувакам за то, что вот вы были с нами, потому что, типа, ну, вот, крутое обновление, мы теперь можем нормально поиграть на Arizona Mobile, на всех прочих вещах я ещё это самое обновление не ставил, потому что, ну, вот у меня, знаете, на телефоне хранится весь этот Arizona Mobile, Arizona Launcher. И я, так знаете, время от времени, когда какое-то новое обновление выходит, я такой, типа, захожу, обновляю, смотрю, что там происходит. Вот в последнее время я что-то уже давно не обновлял, потому что что-то уже давно, знаете ли, не было новостей про Arizona Mobile. А я, разумеется, всё это жду, я, разумеется, всё это, ну, хочу вот на всё это посмотреть, чтобы, типа, ну, сказать уже какое-то своё авторитетное мнение. Но, в общем-то, я думаю, что те, кто играют на Arizona Mobile, на всех вот этих вот прочих мобильных серверах, они и так заметили те изменения, которые уже, там, знаете, произошли. Они и так уже заметили, что вообще со всем этим произошло, проектом. И вот, ну, как-то так мы сейчас будем жить, развиваться, делать остальные, возможно, какие-то вещи. Ну, да ладно. В общем-то, если выйдет какое-то новое обновление, новый какой-то, я там не знаю, дайджест от разработчиков, типа, мы исправили то, мы исправили это, разумеется, я в первых рядах засниму видеоролик о том, что вот, ну да, Arizona RP, Arizona Mobile, Arizona Games, они всё это исправили. И теперь на всём этом, как-то вот, знаете, можно даже, наверное, поиграть. Хотя я не уверен, но, скорее всего, на всём этом можно поиграть. И даже, наверное, нужно поиграть, чтобы вообще понять всю эту жизнь. Однако, ладно, с вами был, ну, я, там, Данила. Ставьте лайк, либо ставьте дизлайк на данный видеоролик. Подписывайтесь на канал, либо отписывайтесь от канала. Добьём мне 10 тысяч подписчиков, чтобы у меня прям было всё хорошо, всё было отлично. Сейчас на мой канал подписываются в день по 10 человек. Это замечательно. Давайте сделаем, чтобы в день подписывалось по 20, по 30, по 50, возможно, я даже не знаю, чтобы всё было отлично. А я вот снимал на Arizona ролик PlayFenix. IP, а также мой никнейм Данте Конно находится в описании данного видеоролика. Поэтому заходите туда. И, ну да, там есть, типа, мой промокод, мой никнейм. Там же, кстати, в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал. Поэтому туда вы тоже можете зайти. И там вы тоже можете подписаться и за всей информацией ознакомливаться своевременно. Вот. Всем пока. Увидимся тут же завтра в 20.00. Либо немного попозже, либо, ну, наверное, пораньше всё это будет. Я вот точно не знаю, когда всё это будет, но я подожду, скажем прямо.